Так, вот эти четыре дракона сейчас едут в путешествие, да, пацаны? Угу. Куда мы собрались, рассказывайте. Далеко. Далеко от них. Да. Всё. Пока они не дадут. Пока. Всё, теперь будут наши... Всё, теперь Ира, Никита и Назар будут плачутся, да. Да? А мы поехали. Эта идея мне нравится. Мы такой нахолки не будем брать? Нет. Он большевает чуть-чуть. Мама, ну что? Что? Здоровайся с зрителями, начинай видео и поехали. А, а вы ещё не начали видео? Нет. Я вот держу камеру. А чем вы занимаетесь? Поехали, пока солнце не село. В Калифорнии зимой, пока солнце тепло. Как только солнце село, холодно наступает. В общем, мы едем на великах гонять сегодня в сторону Фолсова. Посмотрим, сколько мы доедем. Пикник на велосипедах, на природу. Ребятки, зима уже закончилась, весна пришла, правильно? Да. Вперёд, поехали. Ребятки, это называется «Мы выбрались». Собирались, собирались. И в конце концов выбрались. Значит, мы выезжаем сейчас на дорожку. Значит, выезжаем на велосипедную дорожку. Едем в сторону Фолсова. Так, ну что, мы выехали на дорожку. Семён, за руль держись. И погнали, покрутили. Да, надо было шлемы одеть. Но уже поехали, всё. Так, ну что, мы заезжаем на мостик. Вот, и сейчас подъезжаем к парку, в котором есть этот, такой поезд. А вот там пчёлки стоят, видите? Что, ждём маму, да? Ну, едем, едем потихонечку, вот когда доняет нас. Ты её не видишь? Она тихонько едет просто. Не, не останавливаемся, едем потихонечку. Вперёд, давайте, вперёд. Едьте потихонечку, да. Осторожно. Так, мы подъезжаем к парку. Я не знаю, как он называется, парк. Да, вот здесь, видите, собачатники собираются. Значит, а дальше вот там будет поезд, который мы ещё видели, когда первый год только жили в Америке. Мы сюда приезжали. Вот, ну и, понятное дело, много очень велосипедистов сегодня. Сегодня суббота. Все выехали покататься, отдохнуть. Видите, слева речка, справа парк. Вот так вот катаемся. Не знаю, как там идёт съёмка, потому что камеру я закрепил у себя на лбу. Теперь надо не болтать головой, правильно, Семён? Да. Чтобы зрителей наших не укачало там. Вот там башня стоит. А, да, вот там башня стоит. Она ещё тазло, когда там была выше. Да, 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 точно. Вот видите, это железная дорога, паровозика, который мы давно-надавно увидели. Такой маленький-маленький паровозик с маленькой железной дорогой. И на нём катается один человек, да? Ну, поехали дальше, что остановились? Вперёд! Огонь! Не, мы едем дальше. Мы ж только начали, мы тут полторы мили всего проехали. Едем, просто катаемся и изучаем новые виды. Пускай себе едут сами велосипедисты. Вон, на лодочках народ катается, видите? Всё, мы поехали. Что, уже покушать хочешь, да? А? Хочешь мандаринку или апельсинку? Ну, мы сколько? Где-то мили 2,5-3 пока проехали. Вода ещё есть? Вода есть. Много на мостик, который мы из Сан-Райса видим, я думаю. Да, наверное, ага. Есть вода, да, эти воды у меня в рюкзаке? Смотри, моя... Сейчас, выкротите, что еще? Она должна быть примерно на средних звёздочках. Ну, так идёт велосипед. Ну, он тугой, вообще тяжёлый, да, этот велосипед. Хочешь на моём поехать пробовать? Нормально, наверное, я не уверен, что он там будет лучше. Давай попробуй. На папе вам будет лучше, он легче. Давай попробуем, на, попробуй на моём, а я на том поеду. Мы пошли вон от родителей, они там, а мы на камни пошли. И хотим узнать, что за ними. Мы одну. Да, тут очень... На камне камни. Тут очень-очень много камней. Мы перешли через одну гору, а тут вторая. Представьте, что вот эти все камни, это песок, это пустыня. Как вот тут вот. Угу. Мы сейчас... Это спуха. Ну... И за этой горой камни ещё и горки. Там ещё вроде. Там всё так же сзади. И горки, много-много горок. И лабиринт велодорожек. Ну таких, не с цементом. Пошли обратно. Я пришёл. Там просто камни, камни, камни. Электрический лонгборд. Да. Электрический лонгборд. Нет. Когда мама сказала, просто не было так. Да? Сейчас? Одевайся, да. Хорошо. Давай, рассказывай. Смотри, тут классно. Тут надо пешком ещё походить. По дорожкам. Да. Пешеходным. Может, до Санрайса почти доехали. А, мы ещё не доехали до Санрайса? Нет, до Санрайса мы ещё не доехали. Ага, до Санрайса будет. Ну как раз, наверное, миль пять будет, шесть от нас до Санрайса. Я еду. Давай, давай. А ему нужны приключения, видите? По ровной дорожке некого интереса ехать. А вот здесь такая красота, ребятки, смотрите. Так, камера снимает, Семён? Да. Камера моя снимает? Да. Отлично. Как, в Америке сюда стоять? Ха-ха-ха. Слушай, ну мне нравится здесь Американ Ривер. Как тебе? Нравится? Давай, иду. Когда мы назад приехали, мы по этой дорожке катались, я смотрела на эти дома вот тут, думаю, так классно они возле дорожки живут тут, возле речки. Мандарины не надо было жить классно. Вот тут бы жить классно. Жить классно. А сейчас сами живем практически так вот, возле дорожки. Слушай, ну смотри, ты как бы красавица, меня вот так публично заставила купить тебе велик. Ну это же в твоей власти, вырезать это или нет? Подожди, 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 подожди. А теперь слушай, теперь я тебя тоже публично сейчас заставлю кое-что сделать? Ну, я ищу, мне еще и выбор есть. Значит, смотри, скажи мне, пожалуйста, вот я ищу себе напарника по катанию на велосипедах. Не хотела бы ты стать моей напарницей по катанию на велосипедах хотя бы два раза в неделю? Хотя бы два раза в неделю. Сложный вопрос. Так? Они, наверное, не улетают, мне кажется, эти утки. Ну да, наверное, тут и зимуют. А, уже призимовали вообще-то, что, уже весна скоро? Новый год прошел, значит, весна уже на носу. Да. Так, я ничего не вижу, что я снимаю с моего лба? Думаешь, эта ветка меня будет? Сейчас выше, наверное, чтобы меня увидеть, нужно чуть-чуть ниже. Так? Давай не будем на велике едешь. Ну все, погнали дальше, все, хватит, время не теряем. Десять миль до первого раза, думаю, достаточно. О, смотри, как на роликах едет с собакой рядом. На этой дорожке очень удобно, что отмечена дистанция. Кстати, вот видите, на каких велосипедах тут ездят? Вот. Очень много разных велосипедов, разных видов. Вот, видите, 19,5 миль. Мы выехали, там было 14,5. Ровно 5 миль проехали. Мама предлагает развернуться, Семен. Фонариком не смотришь. Куда ты, Семен? На мост? А, вон мост, точно. Ну поехали до моста. Слушай, ну тебе идет этот велосипед? Ну, конечно, белый, блондинкам. Да. Блондинкам розовый, кстати. На дорожке можно что-то, какой-то фонарик на велосипеде. Да-да-да. Очки для велосипеда можно. То есть, такие вот вещи дарить запросто. Это мы что, на Санрайс выехали? Это уже Санрайс. Да, это Санрайс. Вот мы сейчас под мостом возле Санрайса проезжаем, смотрите. Надо чуть-чуть раз в следующий раз выехать. Да. Перевалами. Да, и проехать действительно надо влупить. В следующий раз надо хотя бы 10 миль в одну сторону, правильно? Ну да, ну так посидел спокойно. Да-да-да. Чтоб нам втянуться и потом ездить по 40 миль. Это вот сюда я обычно привожу людей с пляжа от нас. Ну я поняла, машины. Они здесь машины кидают, да. Вон, видишь, бэк какой, вперед. Да, Захар бы тоже такой хотел, но немножко это уже мелковато для него. Да, у них мотики. Да, видишь, вот такой вот для Захара пошел бы. Ну давай. Можешь на него будешь собирать? Давай. Захар тут вопрос у него, пап, что такое пенсия? Пенсия. Это такая штука, которая происходит обычно после 65 лет. Когда нет у человека уже сил работать, и он если работал всю жизнь и заработал какие-то деньги, взял их, насобирал, вложил в какой-то фонд, например, в пенсионный фонд, или в хедж-фонд, или еще в какой-то фонд, который ему приносит какие-то проценты. То есть, например, он вложил в компанию, ну, например, All Disney, знаешь такую компанию? Ну, а YouTube знаешь компанию? Google это компания. Вот взял, купил одну миллионную часть YouTube. YouTube ему платит маленький-маленький процент. Этот маленький процент будет какая-то, сколько-то долларов в месяц. И все, и таким образом человек живет на эти деньги. Я не знаю, правильно я объяснил или нет, что? В принципе, 5 долларов в месяц. Ну, за 5 долларов трудно будет прожить в месяц. Наверное, нигде не проживешь. Ну, там уже за 100 долларов, как-то, я знаю, люди в России, в Украине иногда выживают. А за тысячу? За тысячу долларов? Ну, я думаю, неплохо выживают, если в России, в Украине. А здесь, ну так, сможешь прожить. Что? Ну, ты будешь богатым, если ты так будешь просто быть дома, работать и делать вот это. Так обычно, уже потом, но работать тел нету. Потом еще пару дней, тысяча, пару дней, тысяча. Понятно. Ух ты, фантазер мой. Ты и в этом, две тысячи еще, две тысячи. Этот чуть-чуть размер немножко маленький для нас с тобой. А вот этот белый как раз хорошо. Далее, он больше. Да. Вперед, вперед, пацаны, вперед, без остановки. Пошли. На то уже догоняем вас. Ребятки, вот почему нам беговая дорожка не нужна дома. Потому что прямо возле нас велосипедная дорожка. Здесь и бегают, и катаются. И на великах, и на роликах. Но мы на самом деле любим на великах. Да, точно. Вот. Ну и здесь можно еще посмотреть на этот красивый закат. А, да, точно. Немножко с горки. Хотя тоже будут подъемчики. Будут, но он все равно подъемчик не улетит. Ну да. О, видите, какой велик. Ну вот это хорошо. Семен, куда остановился? Поехали. Он нас догонит, поехал. Догонишь нас. Все, поехали, поехали, Зак, вперед. Догоняй нас, я обгоняю. Так, ну что, мы с вами любуемся закатом сегодня. Так, еще четыре с половиной мили, и будем возле дома. Как раз к темноте и приедем. Следующий раз будем дальше ехать, мы же уже договорились. И с пикником, прям как ты хотел. Бутерброды берем. Что, так легко сдаешься, что ли? Ты же у меня чемпион. Ну да, так и было. Два пикника мы устроили. Ты две апельсинки съел. Это не пикник? А что ж тогда это было, Захар? Просто перекус. Просто перекус. Надо бургеры. А, надо бургеры на пикник, да? Не это что надо для пикника? А, не, ну мы так по-серьезному, чтобы нам сразу и кататься, и пикник устраивать. Что ж там и так просто к парку? Это близко совсем? Вот такая красота. Вот такой закатик. Красивый закат. Очень красивый закат. Вот заката такого на беговой дорожке не увидишь, правда? Нет, когда мы переехали сюда поближе, к велосипедной дорожке, беговая дорожка у нас вообще не актуальная стала вообще. Ну да, как вы понимаете, здесь просто шикарная, шикарная вот такая велосипедная дорожка. По сути, по лесу едешь. По надречке. И можно ехать реально где-то 1,5 милей. Это где-то 70-80 километров. Красота, но температура уже опустилась. Солнце садится, у меня даже руки мёртвы. Так, ладно, тогда. Давайте, пацаны, поехали. Давайте ещё чуть-чуть. У нас ещё мили 4, да, мы будем? Да, уже, наверное, да, 3,5-4 мили и дома будем. Поехали. Ну хорошо, 10 миль это хорошо. А Семён вот там гоняет. Срезает углы. Так, ну что, ребятки. Мы, я с Семёном, летим по бездорожью. Пошёл, 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 не останавливаться. Рыбаки. Можно спрыгнуть в воду там? Ну, ещё. Не знаю, надо проверять глубину там. Ну да, но она будет, как место, именно там сам. Может быть, да. Сейчас будет вес! Пошёл, 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 не останавливаться. На дорожку уезжаем? Поехали. Так, ну всё, темнеет уже. Велосипедистов становится меньше на дорожке. У меня самое время, когда 13 до 15. Ага. Это самое большее снов происходит. Понятно. Ты откуда это знаешь? Google. Google? В помощь, понял. Очень красивые, смотрите, облака. Не напоминает мне о сладкой мать. Хе-хе, да, точно. Всё, главная мотивация для парня. Всё, у неё есть мотивация показать маме Захарова эти облака. Поэтому сейчас их догонит. Так он поёт, как он на волку похож. Да ты что? Ну поехали. Да, тут много оленей. Да, сейчас вечерок, как раз они выползают. Семён, ну а ты хотел закат посмотреть, смотри. Не кричи, не кричи. А то разгонишь всех оленей. И койотов. Надеюсь, что-то там видно. Я одного, а второго вижу, да. Они так в траве, их плохо заметно. Сейчас как раз время, они выходят. Да, ну поехали дальше. Вот семейка нам навстречу едет. Они уже ехали нам, когда мы туда ехали. Навстречу, сейчас назад едут. Всё, у Семёна мотивация появилась. Обогнать сбоку Захара. Всё, пошёл. Ещё полторы мили, родная. Ну давай. Нет, там нету проезда, сынок, по над этим берегом. Ага, она там есть, я тебе говорю. Там нету выезда наехать. Пошёл, пошёл уже, раз идёшь. Пошёл, всё. Поехали вместе. И я с тобой. Вон сколько гусей, смотрите. Мама просто переживает за тебя. Поэтому, говори, и не видит этот съезд, понимаешь? Потому что любит тебя. Хорошо. Новый год прошёл, значит весна пришла. Здрасте. Здрасте. Видите, тут спид лимит, ограничение скорости. Не больше 15 миль в час. Вот, видите, олень прям перед нами. Поехали, обгоняй меня. Тут их куча, этих оленей. Сейчас ещё одна годка вверх, и мы дома. Давай. О, мама под конец вошла в раж. Я нахуй тоже сейчас воню. А ну давай. Мама, обгони. А ну-ка давай. Только никого не посбивай, ладно? Саймон, молодец. Вот уже наш экзит. А, да-да, вон они идут толпой. Наверное, не видно ничего на камеру. Сколько их там? Целая куча, 4, да? Видите, да, 4 оленя. Бегают тут. Давай, мама. Так, ну вот мы и выезжаем на нашу улицу. Бездорожье, смотри. Да, бездорожье конкретное. Так, ну что? Уставшие, но довольные, да? Да. Запыхавшиеся. Да, ребят, ну всё, как бы мы сегодня вот так откатались. Спасибо, что вы катались с нами. Ну, вот видите, ничего особенного, просто мы погоняли на великах. Был большой перерыв, давно не гоняли. Завтра будет ноги болеть. Да, завтра ноги куда-то будут отпадать, потому что мы проехали реально где-то 11-11,5 миль. Может быть, даже 12 к нашему дому, если считать. И это получается в километрах, ну почти 20 километров. Я не знаю, сколько. Ну да. Проверить. Проверишь? Да, я проверю, проверю. Значит, ну прикольно, прикольно. Мне понравилось. Теперь, Григо. А, ну я вначале сказала, что уставшие, ну довольные. А, ну видишь, как выкрутилось, выкрутилось. Ладно, ребят, все, спасибо, что были с нами. Давайте, увидимся завтра, пока. Пока. Так, ну и завершение дня. Мы тут на диванчике лежим и смотрим. Что мы смотрим? Survivor. Survivor. Да. Да. Выживатель. Выживатели, вот так вот. Выживателей смотрим. Это если вдруг вам интересно, что мы любим смотреть вместе. Нам нравятся такие шоу на выживание. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok